Когда я прилетел из Лондона, значит, это было 12 утра, все видели веселое видео про креветок в интернете. Значит, что вы думаете? Значит, я узнаю о том, что я прилетел, напоминаю, значит, в 5.30 утра я проходил пограничный контроль в аэропорту Кишинева. Я говорил о мобильных группах для того, чтобы выявлять людей с подозрениями на коронавирус, которые на таможнях, особенно там где, на автомобильных пунктах пропуска вообще не существовали. В Кишиневе в аэропорту что-то начали делать, правда, но поздно. И тут сейчас я узнаю, из-за чего я перенес свой лайк. Что один человек, не буду назвать его фамилию, потому что я не Дадон, у которого подтвержден коронавирус, летел вместе со мной из Лондона в Кишинев этим самым бортом. Этого человека госпитализировали. Напоминаю, ребят, я прилетел 12-го числа в четверг. Я не помню номер рейса, значит, номер рейса у меня указан в эпидемлистке, значит, я его заполнил, значит, сегодня я узнаю, что этот человек прилетел со мной одним рейсом. Мы все указываем в этом эпидемлистке, значит, ну, номера мест, на которых мы сидим, там, 1С, 12А и так далее. И когда я ушел на самоизоляцию, на карантин, некоторые дебилы, по-другому их называешь, начали в социальных сетях, вот, усатый, не хочет ходить на работу, я не переживал и не переживаю за себя. Если, не дай бог, я от этого человека инфицировался, но я разберусь с этой проблемой. Ну вот, вы представляете себе, сколько, если, не дай бог, от этого человека, потому что мы летели в одном самолете, сидели в одном маленьком зале, перед тем, как нам разрешили выйти, и по взлетной мы шли пешком к самолету, я и сколько людей могли там заболеть. И я уверен, что многие заболели, потому что сегодня власти ищут тех, которые летели этим рейсом. Они даже боятся мне сообщить об этом, что дом и усатый, а вес грижа ворок фрумос, потому что с вами в самолете летел человек, которого уложили уже в больницу, и тест подтвердил у него наличие коронавируса. Значит, 12-го утром в четверг, в 5.30 утра я сдал эпидемлисток, по сегодняшний день его в Бельцах у моего семейного врача нет. То есть, прошел четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если бы не выявили этого человека с юга Молдавии, который летел со мной в одном самолете, у которого подтвердился коронавирус. Я очень переживаю, потому что я, например, когда шел на посадку, те люди, которые летели со мной одним бортом, видели, наверное, эту картину, шли две молодые женщины, у них была коляска с маленьким ребенком. Я остановился у трапа, увидел, что они без супруга, без брата, отца. И я остановился на улице, был ужасный сильный ветер, чтобы помочь сложить эту коляску, потому что, ну, как бы, женщина одна, маленький грудной ребенок и так далее. Я стал на улице. Да, то, что было половина простывших шморкащих пассажиров в этом зале, где мы ждали 30-40 минут посадку. Как бы, я тогда, говорю, я прилетаю, узнаю, что Великобритания входит в список стран, которые признаны очагами больше 300, тогда там было 456, сейчас больше тысячи. И я понимаю, что мне нужно срочно уйти на карантин. Я связался с центром семейных врачей, мне сказали, Ренат, вы прилетите оттуда. А тут оказывается, что я летел с человеком, у которого инфекцию коронавируса подтвердили наши молдавские врачи. Я хочу обратиться всем к тем, сейчас в первую очередь, которые летели со мной одним рейсом. Мы со многими говорили в зале ожидания, с кем-то там фотографировались, мы говорили в самолете. Весь самолет там смелся за эти креветки, смелась вся страна. Ребята, пожалуйста, уйдите срочно, потому что я уверен, что многие не ушли на карантин. Самый большой риск сегодня, самое страшное, это то, что вы можете заразить окружающих. Вы представьте себе, вот я смотрю, я там кашляю, глаза там тяжелые, но я дома, я живу один. Значит, я не хожу в магазины, значит, мне приносят продукты, оставляют в прихожей с магазина, вы видели, я вчера сам готовлю и так далее. То есть, я живу один, мне легче через это пройти, тут нет маленьких детей дома, там родители, там и так далее. Значит, но вы понимаете, что если я подлобил эту инфекцию, а это можно выяснить только в течение ближайших двух недель, сколько людей бы каждый день заражал здоровой сотрудниками премарии, с простыми людьми на улице и так далее. Вот что значит ответственность. И для тех, которые там что-то писали в социальных сетях, что вот усатый, там это, там специально, не специально и так далее. Значит, вот как бы доказательство, что я не просто ушел, правильно? Вопрос центральным властям. Что вы от меня скрываете, а? Вы сразу из эпидемии Скаева узнали, что человек с юга Молдовы, я даже знаю, как бы седан этот человек, значит, он попал к вам, вы в первую очередь срочно должны были связаться со всеми нами, пассажирами этого рейса, сказать, что вот с вами летет. А сколько может быть еще людей? То есть пока кого-то скорая не привозит, это неизвестно.